Здравствуйте, в эфире телеканала Север программа Актуальное интервью. Сегодня в студии у нас необычные гости. Это индейцы, представители североамериканского племени Сеймиш, Джанет, Тоби и их переводчик Ирина Тюрикова. Ребята, здравствуйте, очень рады видеть вас на самом северном телеканале страны. Расскажите, что вас привело сюда? Мы приехали сюда в рамках проекта для того, чтобы установить дружеские отношения между индейцами Сеймиш и Ненцами. Ребята, знаю, что вы уже здесь на протяжении 10 дней. Что успели посмотреть? Расскажите о самых сильных впечатлениях о Ненецком округе. Я знаю, что вы уже здесь на протяжении 10 дней. Скажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях. Что вы думаете о Ненецком округе? Ну, я очень рада здесь. Мы путешествовали в тундра. Мы только recently вернулись от айс-фишки. Мы видели о рыбе-хердях. Мы ели традиционные единицы. Нам здесь очень нравится. Мы побывали в тундре. Вот только что приехали с зимней рыбалки. Посетили оленеводов. В тундре попробовали традиционную еду. И нам очень нравится, что здесь очень гостеприимные люди. Нам рады. Джана, это ваши впечатления? Джана, это ваша впечатление? Джана, это ваша впечатления? Я думаю, что мы говорили с человеком из группы Хайяр. И мы были с единой с некоторыми Ненецком округе. Это было очень хорошо. Я очень рада. Мне Джана говорит, что ее очень сильно поразил ландшафт, потому что он полностью отличается от того места, откуда они приехали. Но это очень все равно красиво. И тоже, что отмечает Джанет, их поразила гостеприимность. Они познакомились с ансамблем Хайяр. Попробовали тоже различные традиционные блюда. И полностью довольны тем опытом, который они приобрели. А есть в племени Сеймиш кто-то общего с ненецким народом? У нас есть какие-то commonalities с ним и Ненецком? Мы действительно не видим. Мы видим, что многие вещи они связаны с тем, как сохранять культур и язык, и мaintaining их жизнь, очень похожее. И также, многие вопросы об оборудовании, особенно об оборудовании, особенно об оборудовании и оборудовании, и оборудовании, и оборудовании, и оборудовании, и оборудовании, что мы тоже. Мы заметили, что и у ненцев, и у Сеймиши мы сталкиваемся с теми же самыми проблемами, и мы беспокоимся о тех же самых вещах. Например, мы боремся за сохранение нашей культуры и языка, за сохранение традиционного образа жизни, и также важными для нас являются проблемы, связанные с окружающей средой. Мы также found parallels и similarities between the history of our people in the United States and the Nenets people here in Russia, and the way that they've transitioned into a more modern lifestyle, and the way that we have done the same in our homes. Да, мы заметили многие параллели и сходства, например, что касается истории, наш народ и народ ненцев, истории схожи как в Соединенных Штатах, так и в России. И если говорить о современности, то это переход к современному образу жизни, который характерен и для немцев, и для нас. Расскажите, откуда вы к нам приехали, да? Расскажите, откуда вы приехали? Да. Самиш-триба находится в северном боку в США, в городе Вашингтона, близко к Канаде. Самиши, традиционные территории, Самиши находятся на северо-западе Соединенных Штатов, это уголок на границе с Канадой и включает себя как прибрежные территории Скэдди Вэллы и Астралии. А сколько представителей этого народа осталось в мире? Около двух тысяч человек только, и они проживают на границе между Канадой и США, то есть только границы. А правда ли, что свободно говорят на сеймишеском языке только два человека, я читала такую информацию, это действительно так есть? Только два человека бегло говорят на языке, которые проживают в общине. Несколько человек также говорят на языке сеймишу, но не могут претендовать на то, чтобы... Наверное, смешанные языки, да? Ну, то есть они... Нет, они говорят на коренном языке, но просто нельзя сказать, что бегло. Вот угроза вымирания языка, да, что-то делает правительство для того, чтобы его возрождать? Да, то есть в данный момент государство не запрещает использование языка, но, как добавляет джейн, в то же время никак и не поможет. Вот расскажите об особенностях этого народа. У нас в России мало людей, да, вообще что-то знает о нем. Было интересно очень узнать. Никто в России знает о том, что самих людей, мы считаем. Вы говорите о том, что особенностях самих людей? С самих людей живут 10,000 лет или больше на острове Вашингтона. До прихода европейцев на традиционные территории Самиши, там проживали десятки тысяч людей, но после европейцев только две тысячи сохранилось. И мы сейчас, мы в данном моменте потеряли наш традиционный образ жизни, то есть наши традиционные дома, мы потеряли наши земли. Сейчас наша задача заключается в сохранении культуры, то есть возрождении всего этого. Есть Тоби что добавить? Тоби? Ну вообще о культуре конкретнее можно что-то рассказать? Вот их традиционные деятельности, да, вообще свадебные обряды. Обязательно расскажешь вам о твоих традиционных традициях? Что делаете? Но какие традиции у вас есть, которые выставят вас из другихオдзийных народов? That's a bit of a complicated question. You should keep in mind that the distinction between tribes of the Pacific Northwest weren't as well defined prior to colonization. And there's a lot of similarities between different tribal groups along the coast. And a lot of our traditions are the same. We practiced Siowen, which is the native religion in the area, much like a lot of the coastal tribes. We had a distinct language. We had access in our traditional homelands to an abundance of seafood, which allowed us to remain, even though we're technically a hunter-gatherer society, we didn't need to be nomadic because our food returned to us seasonally. There was a lot of just abundance in our area. So I would have to know a lot more about many different cultures to say how we were different specifically, although I can certainly see a lot of similarities. Well, here, first of all, we need to say that we are very similar to the tribes that live on the eastern border of the United States. We were always close to each other. We were always close to each other. And, on the other hand, they started more to appear after colonization. And, in the same way, we, we, as the side of the continent, have been a different religion that did not even know that we were there. разные языки, в то же время похожие. Что нас отличает, это также доступность ресурсов, которыми мы пользуемся. Мы занимались собирательством всегда, у нас был доступ к морским ресурсам, и у нас никогда не было необходимости в том, чтобы вести кочевой образ жизни. Ну и на самом деле здесь есть и то, что нас объединяет с другими племенами, и то, что нас делает разными. То есть есть и различия, и сходства. Традиционное жилье ненцев, вы, наверное, видели, да, вас водили на экскурсию, это чум. А где живут теймиш? So you saw traditional housing of the nens people, which is chum. Where do samish people live? Well, traditionally, the samish people actually lived in plank houses. They were very large, where as many as 200 people or so could live in the same building. It was very long. So we traditionally lived in those kinds of houses. Традиционно мы жили в достаточно больших, длинных, деревянных домах, и в них могло уместиться до двух сотен человек. Но это традиционный дом. И как там все уживались? So how 200 people could live in one house? They're really big. То есть дома были действительно очень большими. Over 200-300 feet long. Over 200-300 feet long or longer even. Some of them are bigger. 100 meters or longer. Да, то есть в длину этот дом был до 100 метров. То есть это были действительно большие дома. We called them long houses. Мы называли их длинными домами. Although now, of course, we live in modern houses. Но, конечно, сейчас мы все живем в современных домах. А раньше какие-то были перегородки, как стены? Вот, например, там молодая семья создается. Или все прямо вот это одно помещение? So were there walls in this house? Well, there's external walls on the outside. Inside they were... You could partition them a little bit with mats, cat-tail mats and that kind of thing, but there really weren't any solid walls. People learn to get along. Ну, таких крепких стен прям внутри дома не было. Скорее всего, перегородки делали из различных, типа, ковриков, которые плели из камыша, например. Ну, это говорит, что очень дружный был народ, да? Наши русские хотят... Семья образовалась, как можно быстрее выйти из дома и построить, да, свой дом. So what it means that... Семьиш people were very friendly, because nowadays in Russia, when people get married, they prefer to live separately from their parents. Yeah, we didn't do that. Мы этого не делали. We do now. We do now. Но сейчас, да. Сейчас делаете, да. Расскажите о традиционной одежде, Семьиш. Какая она, из чего ее изготавливали? Would you tell, please, about traditional clothes, what it was made of? The traditional clothing was cedar. This hat is made, this isn't a traditional style, but this hat is made of woven cedar. So a lot of our clothing and so on is made of cedar, pounded, so it's soft. Do you want to translate first before? Yeah. You've heard the story a million times now. Yeah. Also, we also wove... See, I'm sorry, I don't have my shawl on now. We also wove blankets and shawls and, like, skirts from wool, mountain goat wool, and we had these small dogs that we got wool from with woolen clothes and blankets. So basically, those were the sort of what we used for clothing, that kind of thing. Yeah. We could make skirts out of this material and shawls and things. So, traditionally, we did the clothes from the tree of cedar. And, like, you can see this hat on the top. It's not that she has a modern design design, but, anyway, she made it from traditional material. We also plied, using this material as a shawl, but we didn't have a horse. We plied it from a shawl from a shawl from a shawl. Also, we had a dog, which was called a shawl. And wedding clothing, what was it made of? I think it was the same clothing you wear every day. I think it was the same clothing you wear every day. I think it was the same clothing you wear every day. What do you think, Toby? Maybe a really nice robe? Yeah, perhaps. I'm not really sure about the clothing for weddings. I'm not sure if the ceremonies were done similarly to western weddings. I'm not sure if the concept was the same. Yeah, I don't think so. Они не уверены, что были какие-то действительно специальные одежды, потому что какие-то специальные наряды на свадьбу – это западная традиция. Скорее всего, у нас этого не было. Но как праздновалось, вот они не могут оказать, к сожалению. Скажите, пожалуйста, вот каким образом вы передаете информацию, то есть традиции из поколения к поколению. How do you pass down information about your culture from generation to generation? Go ahead. Stories. Yeah. Stories and songs and trying to show kids how to do things, how to get the cedar, weave it, make different kinds of things that we would have used in those days. You know, we do our best. Истории. Истории. То есть, прежде всего, мы рассказываем истории детям. Также песни, в которых рассказываются традиции, какие-то легенды. Мы стараемся учить детей традиционным видам деятельности, то есть, например, плетению. Мы стараемся делать все возможное, чтобы сохранить культуру. Мы имеем традиционную, очень сильная традиция устного рассказа, но, тем не менее, мы пытаемся это совместить с традиционными видами деятельности, то есть, например, рыбалка, собирательство, грибы, ягоды имеется в виду. То есть стараемся детей вовлекать во все виды деятельности. А есть ли вот такие учреждения, да, вот как у нас, там, этнокультурный центр, да, музеи, где вот хранится, вот как у нас, минская культура, да, где предметы быта, и одежда, и, в общем, и головные уборы. Есть вот у вас такие учреждения культуры или нет? Да, у вас есть какие-то организации, как, например, этнокультурный центр, что вы видите, что вы видите, чтобы сохранить культуру, и где люди могли видеть традиционные виды, узнать историю? У вас есть какие-то такие? Ну, мы работаем на это. Мы у нас достаточно много видов. У нас есть архив, в котором собрана информация. Также мы сейчас планируем построить вот этот длинный дом, который был бы традиционным местом для наших встреч. Но также мы стараемся встречаться, потому что это тоже встреча, это тоже очень важная часть культуры. У нас, например, организуются встречи на Каноэ, это тоже традиционные мероприятия. И в структуру о САМОШ governance и организации, мы имеем в виду, это Шелангиндепартамент. Это фокусирует на развитие, рестрация и пресерывание о культуре. They focus on things like art and language and all of the traditions that we've practiced for a long time, hosting events based around like dinners or other kinds of gatherings. And they do a lot of work towards that end. В структуре правительства нашего племени есть департамент культуры. И они занимаются сохранением, например, искусства, поддержанием традиционного искусства, языка, различных традиционных практик. Также они поддерживают различные мероприятия, к которым мы собирались, например, ужины совместные. И я тоже здесь добавлю, что во время этих встреч они стараются практиковать традиционный язык. Вот у нас наш ненецкий округ является местом притяжения для туристов, потому что народ малочисленный, со своей самобытной культурой. Семьи тоже пользуются популярностью у туристов. И вот здесь, в ненецкий округ, турист-гathering events is taking place. The Tulip Festival draws an international crowd into the region for the blooming of flowers that is all over La Conner and other parts of the Skatch Valley. And there are other events as well that draw people to the area because of the landscape is very scenic. We do... Sometimes we'll have, often in conjunction with other things, we'll have like salmon barbecues, and I often see that tourists will come down and participate in that kind of thing. On the beach, canoe rides, things like that. Да, туристы приезжают, приезжают посмотреть на наши территории, потому что это очень красивое место. Проходят различные фестивали, например, в данный момент у нас проходит фестиваль тюльпанов, и туристы отовсюду собираются, чтобы посмотреть на цветение этих красивых цветов. Это происходит в Skatch Valley. Также они приезжают посмотреть на ландшафт, потому что очень красивые места. также у нас проходит такое мероприятие, как барбекю семги, то есть такое мероприятие очень сильно привлекает туристов. Ну, они в основном приезжают вот скорее за красотой мест на какие-то фестивали, на какие-то мероприятия. Ну, вы посмотрели, да, на как развиваются наши культуры, и главная же цель вашей поездки и перенять какой-то опыт, да, вот есть то, что зацепило, что понравилось, что бы вы хотели реализовать, да, у себя вот на вашей территории. Например, вот в Чуме, да, я поясню, там у нас проводятся разные мастер-классы, встречи, где проводят кулинарные, так скажем, битвы, да, учат национальные блюда, как готовят, блюда из оленины, кровяные лепешки, можно быть и вы, когда построите этот дом, вот я прям так вижу, да, что там какие-то будут вот именно мастер-классы проходить. Ну, ну, for example, there are some masterclasses that people can attend. For example, in Чум, you can learn how to cook traditional food, like reindeer, or to make, to fry meat. So, when you build a lawn house that you are going to reconstruct, are you going to use it in this way to attract tourists? Oh, yes, I think so. You know, that's sort of a, it's a little bit difficult question to answer because I haven't thought about the things we do as being specifically to attract tourists. It's just things we do, but a lot of time tourists do show up when we have a celebration of some sort. We have, every summer we have a big canoe journey up and down that tribes from all over, up and down the coast of Washington come to, and that attracts a lot of attention and attracts lots of tourists. The purpose of it is not to attract tourists, but it does. But yeah, the idea of having classes for tourists to come and learn those kinds of things, that might be something we could try. Yeah, I'd never really thought of that. Это достаточно сложный вопрос, потому что то, что мы делаем, например, то же самое строительство дома, мы это делаем не для того, чтобы привлечь туристов, а мы делаем это для себя, а мы просто это делаем. И те праздники, которые мы проводим, или, например, путешествия на Каной, которые являются для нас традиционным, мы это проводим не с целью привлечения и развития туризма, а для того, чтобы поддерживать нашу собственную культуру. Да, возможно, мы будем проводить какие-то мастер-классы, то есть неоднозначно здесь. У семиш, как и у немцев, особое место занимает бубин в культуре. Расскажите о своем бубне, какой он энергетику несет и что на нем изображено. As I see, drum is very important for your culture. Тоби, would you please tell about your drum, this picture that you have in it, does it mean anything? Does it have any energy? Sure. So, in my culture, the beat of the drum is the same as the heartbeat. And this drum was crafted and given to my grandmother who then gave this to me. I took it to one of my uncles, or rather one of my father's cousins, and asked him to paint something on the face of this. And this is what he chose to paint. Да, бубин занимает значительное место в нашей культуре, играет значительную роль, и символизирует биение сердца. И Тоби, этот бубин достался от его бабушки. Затем дядя нарисовал рисунок, который символизирует самого Тоби. So, this symbol is a traditional symbol in cultures along the Northwest, and it's known as the wild man, which is also a translation of my traditional name. And this image, although it takes a lot of characteristics of the wild man, is also done in my likeness, like it has my eyes and features. этот символ, который изображен на бубне, он является характерным для многих племен в нашей местности, и он символизирует человека дикой природы. Ну, или можно сказать, снежный человек, у нас бы это был аналог. Но особенность в том, что данный рисунок, он выполнен таким образом, что похож на самого Тоби. Сколько лет Бубну? How old is this drum? This drum my grandmother acquired 10 years ago, and this was painted just this year. Этот бубен моя бабушка приобрела 10 лет назад, а рисунок был нанесен в этом году. А какие обряды проводятся с бубном? Do you have any rituals where would you use drum? There are rituals affiliated with the drum. This drum is new to me. I acquired it just before I went on this trip. So I am not practiced in any particular rituals using the drum. Да, обычно мы используем бубен для различных церемоний, для ритуалов, но для меня эта вещь является достаточно новой, поэтому я пока еще не изучил, где бы я мог его использовать. Привет, с вами на самом деле очень интересно общаться, но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Вот сейчас я бы хотела, чтобы вы что-нибудь пожелали жителям нашего округа. It was very interesting to talk to you, but unfortunately we are limited in time. And now I kindly ask you to wish something to people living in this district. To do what? To wish something. I would wish that they would be able to do exactly what they want, that they'd be able to live their lives as they believe is best for them and for their children, and that they'll be able to continue with their way of life as long as they want. Я бы пожелала, чтобы у людей, живущих здесь, была возможность сделать то, что они хотят, жить тем образом жизни, который они хотят, и чтобы их дети также могли. Тоби? Джанет pretty much said it all. The only thing I could add is that I hope to continue this relationship between my tribe and the Nets people, and that that continues to grow and remain a positive influence between cultures. Джанет уже, в принципе, сказала то, что я хотела бы тоже пожелать, но я еще желаю, чтобы все взаимоотношения, которые начинаются между Ненцами и Сэмеш в рамках данного проекта, продолжались дальше, чтобы мы пришли к позитивным результатам. Ребята, мы тоже желаем всего хорошего, чтобы ваши все проекты, планы обязательно реализовались, и будем вас ждать с нетерпением нашего округа еще раз в гости. Thank you very much, and we also wish that all your dreams, all your wishes come true. And welcome. Спасибо вам большое, до новых встреч. Напомню, что сегодня в программе актуальное интервью были индейцы, представители североамериканского племени Сэмеш. До новых встреч!